Клинический пример номер 15. Здесь были прооперированы множественные генерализованные рецессии. Вся челюсть была сразу прооперирована, верхняя методом Санктис Зукелем. Зуб классически выбран центральный. И на фотографии вы видите дизайн разреза. Обратите, пожалуйста, внимание на такое достаточно неделикатное препарирование тканей в области зенита рецессии и не совсем правильное направление скальпеля. Продолжение моделирования дизайна лоскута. Препарирование в области уздечки верхней губы. Обратите, пожалуйста, внимание на дизайн. Отслаивание лоскута слизистонкостичного. Очень большой грубый инструмент выбран. Некорректно по отношению к мягким тканям. Вы можете посмотреть. Дизайн разреза уже отслойным лоскутом. Отслаивание и препарирование слизистонкостичного лоскута распатором. Депитализация анатомических сосочков. Мобилизация слизистонкостичного лоскута. Фиксация твердой мозговой оболочки в области принимающего ложа. Зафиксированная твердомозговая оболочка в области рецессии десны во втором сегменте. Ушивание слизистонкостичного лоскута во втором сегменте в области зубов 26-25. Момент фиксации двойными обвивными швами слизистонкостичного ротированного лоскута. Эта ситуация спустя 4 года. Пациентка пришла. Обратите внимание, конечно, результат не очень хороший. Здесь осложнения вызваны, скорее всего, недостатком артериально-технической оснащения. То есть неправильным скальпелем, большим, огромным, толстым распатором, который отслаивался лоскутом. Особенно во втором сегменте, так там даже еще видно, как вот эти рубцы отскочили, где-то не до конца был мобилизован лоскут. Изменение ткани произошло в лучшую сторону. Однозначно хуже у пациентки это точно не стало. У нее увеличился, утолчился биотип десны. Везде кератинизация выраженная. Хороший большой объем прикрепленный десны. Но, тем не менее, рецессии и остались. Такие нюансы очень важно тоже их учитывать, когда вы оперируете. Обратите внимание, пожалуйста, что в области зубов 16, 15, 14 видны вот эти остаточные еще послеоперационные какие-то шрамы. И, ну, объем, да, объем хороший, кератинизированная десна хорошая. Но, тем не менее, рецессии сохранены. Не все и не в полном объеме, но есть. Обратите внимание на зуб 21. Эта рецессия рецидивировала, потому что некорректно была отслоена уздечка верхней губы. Вот то же самое здесь мы можем детально разобрать в области каждого зуба, да, почему и где какие недочеты. Ну, как вот еще раз я скажу, что здесь все-таки выбор материалов, инструментов сыграл свою роль. В области 11 зуба, обратите внимание, тоже есть небольшая рецессия остаточная или рецидивирующая. Но здесь она связана с тем, что лоскут немного мигрировал опекально. Обратите, пожалуйста, внимание, что во втором сегменте миграция лоскута произошла больше. Это все-таки связано с отсутствием правильной мобилизации в области уздечки верхней губы. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зубов 11, 12 и 13. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зубов 22, 23 и 14. Измерение расстояния от десны до режущего края до десны в области зубов 25 и 24. Ситуация до и после, да, спустя 4 года после операции. Ну, динамика по глубине рецессии и закрытия поверхности корня очень незначительная. Есть изменения лучшую сторону по объему прикрепленной десны, по биотипу. Ну, пожалуй, этого и все. Также мы наблюдаем с вами картину до и после. Просто, да, немножко ракурс поменяли. Ну, и вот наглядно видно, что изменения по биотипу есть. По высоте рецессии нет. На нем вы видите микроскопию, гистологию, да. Помещенная твердомозговая оболочка под надкосницу, сверху лоску с листью надкосичной. И вот ее, как она пропитывается сосудами, она прорастает. И ее бендеградация – один из этапов. Содержание презентации о конкретной твердомозговой оболочке. Как ее применять, куда, что с ней делать, свойства ее и особенности ее применения. Обзор применения двуслойных методик мы рассмотрим. Особенности применения твердой мозговой оболочки. Приоритет. Почему выбор падает на нее. Диапазон, описание разных методов, подготовка твердой мозговой оболочки, фиксацию и преимущества. Эта таблица уже вам знакома. Алгоритм выбора метода хирургического вмешательства для устранения рецессии Дисней одиночных. Голубым цветом здесь отмечены двуслойные методики. Именно не голубым, а таким синеньким. С синеньким – это везде, это все операции, которые мы рассматриваем, проведение их двуслойным методом. Либо с твердой мозговой оболочкой, либо со свободным десневым депетризированным трансплантатом. Также еще есть вот такие светло-зелененькие. В них тоже двуслойный метод, когда мы можем использовать либо твердую мозговую оболочку, либо свободный десневый трансплантат. Обратите внимание, какой процент покрытия из всех алгоритмов занимает вмешательство с применением твердой мозговой оболочки. Это говорит о том, что на сегодняшний день применение пластических материалов не просто продиктовано спросом или возможностями этой отрасли. Это говорит о том, что оно просто необходимо для применения в парадонтальной пластике. Продолжение следует...